Сегодня у нас 3 июля 2015 года, поселок Потеряевка, детский православный лагерь Стан, здесь вот находится. Вот мы пошли на утреннюю молитву, там наш начальник лагеря, на этих ночах, приготовил новое место для молитвы, где все обдувается. Мол, что там поморок, там бугорки, мы сейчас пойдем молиться. Дали уже точно мечается, с утра уже рада, кто была в той стороне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первый раз ветер стоял в яме, в яме он где-то в конец палки. Это видишь, как мы все это выровняли, подняли. Вот где мы подстали сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давай, начинаем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Полшиних и Примирания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok П interfaz Иди среднем ищи наши и иду ради. Господи, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй. Маму Отцу и Сыну и Святому Твоему, иди пристань, и вовеки веков. Отче наш, сущий на небесах, да седится имя Твое, да бьет Царство Твое. Для будет воля на земле, и на земле, как на земле. Укрепь нас, насущный, и дай нам на седину. И гости, и на земле, и вовеки веки веки, и вовеки веки 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 веки. И веди нас, послушаем, но и вовеки веки веки веки. Встав после сна мы преподаем стопам твоих води, и ангельскую песню возвышаем тебе сильнее. Свят, свят, свят ты, Боже, помоли, Богородице, помилуй нас. Спаситель от сна, и поднял мне Господь. Посиди мою ум и сердце, и открыл ста мою, чтобы мне воспевать тебе Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, помоли, Богородице, помилуй нас. Внезапно бьет судья, и деяния каждого обнаружатся, как страхи воскликни в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, помоли, Богородице, помилуй нас. Встав после сна, и поднял тебе Святой Троица, и не прегрешно, и не прегрешно не прегрешно, и не прегрешно, если не беззаконимый, но оказал меня обычно той человек и любви, и поднял ты на нежащем из сознания, чтобы вести тебе я перед Марием, и прослай эту власть Твою. И теперь просвети мои мысли и откройу ста моим, чтобы мне получаться слово Твоим. И надпись моим болью, прославляет тебе благодарное сердце, и воспевать святейшее имя Трою, Отца и Сына и Святого Духа Тебе всегда в веки вечной Богу. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся Христу, Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадёмся Христу, Царю нашему Богу. 24 Псалом В Тебе, Господь, восторжил душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю. Да не послужусь вовек, да не восторжествуют надо мной враги мои. Да не простодятся и все надеющиеся на Тебя, да простодятся беззаконящие в тоне. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твои. Направь меня на истину Твою и научи меня. Боже мой, Господи, вспомнишье дровя Тебя и милости Твою и вовремя моих. Господи, пусть уверен, что это преступление и исповедание. По милости Твоей и смотри меня и ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на пути. Направляет кротких правде и научает кротких путях своих. Все пути Господни, милость и истина, проходящие в землю, и вовремя, и вовремя, и вовремя, и вовремя, и вовремя, и вовремя, и вовремя. Кто еще этот человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрали. Душа его пребудет во благе, и семьи его наследуют землю. Тайни Господни в боящемся его, и завет свой он открывает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Ударили и сразу назад. Ну бегите, конечно, по маленькой стороне, до конца их снимаем. Смотрите, надо пришить, какая я стоял. А чтобы показать, какая тут у нас воздушение, С той стороны зайди, покажи на уровне головы, сойди и снимай. Оттуда, чтобы видно было, какая глубокая яма. Ты отойди, чтобы он был у тебя по голове, опусти аппарат и сядь. И вот так смотри, а теперь ниже ты опустился и выше поднимись. Вот так вот, вот какой уровень был, где он был, где его голова он снимает. Это как раз на его рост, а у него рост метров 60. Видишь как, пока они бегут сюда, выходи скорее. Сейчас посчитаем, я кое-что вам объясню, о кресла себе опишем. Четыре раза колокол бьет, перед чтением Евангелия, давай считай. По имени Отца и Сына святого духа. Хорошая жердочка, отбираться можно. Марка 4 глава 30 по 34 стих. Ветер дует туда, значит тебе надо с той стороны встать, чтобы ветерок на тебя сдувался. И сказал, чему подобен Царствие Божий, и какой притчей изобразим его. Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, сходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине не сяснял все. Вот интересно, переводят сейчас Евангелие на другие языки. Просто переводили бы, нет, делать более доступно. Как будто бы это хорошая мысль делать доступно. Хлеб наш, дай нам есть. А у северных народов нет это. У них сушеная рыба, юкола. И они переводят, дай нам юколу перевели. Почему в русском Евангелии это не перевели? Если написано Драхма, Динари, написано Динари, Смоковница. У нас нет Смоковницы. У нас нет такого горчичного семени, чтобы разрослось. Вообще нету. Но перевели как есть. И теперь я по словарям, по другим книгам нахожу. И у меня приближенность максимальная к оригиналу. Вот почему перевод на русский язык один из самых лучших, самых красивых, самых полных во всей мировой практике перевода священного писания. И находятся люди, которые стараются сегодня. Новый перевод, то Аверинцева, то Касьяна, епископа берут. Оно даже близко не похоже. Вульгаризация какая-то. Ну, в священном писании ну отсутствует. Ну что ты знаешь? Это в обыденной речи идет. А это пренебесный перевод. То есть чувство разделения земли, разницы. И они, что бы ни говорили эти переводчики в священном писании, какое-то звучание не на один день. Вот смотрите, меняется язык. Считаем мы язык, который был у Державина. А это уже в современе Пушкина. Правда, разница есть в возрасте. И вот язык Петра Первого, и язык Пушкина, как будто кто-то шагнул и перешел дальше. А почему это закрепилось в священном писании? Оно закрепило язык. И он два столетия стоит на одном месте. Язык меняется очень быстро. Разные вульгарные слова проникают. Апаризмы какие-то негодные. Ну, как говорится, у людей принято это как-то приближать ближе, чтобы были слова. А в священном писании этого нету. В русском переводе. Он прекрасный перевод. Его надо ценить и не позволять никому что-то где-то менять, насколько в наших силах. У нас для немых крупным шрифтом. Ну, места писания. Псалтырь. Где он достал Третьяков. И в новом переводе каком-то. Я его отверг. Бери его. Перевели заново. Не перевели, а переписали. Перепечатали крупно наш синодальный перевод 1876 года. Это надо просто проникнуть и полюбить. А почему люди переводят новые? Потому что они не знают этот перевод. Они ничего не запомнили. Они не знают. Ты можешь десятки раз объяснять человеку, а ему разницы нет. Новый или старый перевод. Потому что ему зацепиться не за что. Я наизусть знаю это. А раз я знаю, одно слово не так, я сразу уже срабатываю. Перфокарта не сходится. А ему разницы нету. Притом они не переводят не сами, а на основе этого перевода вставляются вульгарные слова. Я их всех знаю. Переводы эти насчитываются на кроме меня. Никакого сравнения нету с синодальными. Вот это синодальный. Синодальный перевод. Его издавали на нем. Только на нем издавали все дореволюционные Библии. Новые Заветы. Отдельные Евангелия. Все до единого издания зарубежной циркви были только синодальные. Все переводы издания Патриарха Кирилла, Алексея Пьерна, Алексея Данкова. Патриарху Кирилла только синодальные издают. Баптисты издают только синодальные. Адвентисты, католики, сельские знания, только сельские знания, еще не понятно-то За этим стоят столетия, стоит мировая практика И как на это можно покушаться? Считаю, что это неверие Неверие Духу Святому, который трудился в этих перевозчиках Я никогда не забуду, когда мы беседовали с Александром Медием, известный священник, еврей Это был энциклопедист Самого высокого уровня Я говорю, перевозчики хвольстов, Давид Авраам, мы же переводили Называют там Архимандрит, Макарий Алтайский, Павский, Герасим Петрович Вы переводите, работайте с еврейскими текстами А вы могли бы так перевести, вот так, от меня отжаснулся, потому что никогда А люди одно слово узнали Погружение, оно имеет смысл омовения Теперь ухватился за омовение, человека мыть начинают Да не надо перевода никакого Мировая практика показывает, с первого века было полное погружение Полное, не сходите с ума Где крестили? На Иордане Еще и чашечки поливали, рисует на берегу, стоит там Христос А Ян его поливает из раковины И написано, крестил Янони, где много воды Влез Янона, зачем? Зачем Евнух и Кирилл Боба сошли в воду? Зачем Кирилл Урсалимский говорит, человек, скрываясь в воде, он умирает для прежней жизни Где скрывается, как стоит на капельном полу? А там внизу у них гаражи, настоятели Полное безумие, отступники Лютые волки захватили власть в Тверке Пираты захватили корабль И вот сегодня В интернете Узнали люди, которые Сергей Козлов, он же очень талантливый Просто талантливый Лежит парализованный И он беседует с Марьясовым С Александром Относительно крещения С Андрусенко Тех, которые люди такие, ну, знают уже Писание Которые любят Господа И он с ними на эту тему говорит о крещении Почему именно не хотят правильно крестить? И каждого мнения Он сделал зато фильм Крестить надо так Показывают матеряевские фото Как ставят люди в воду Батюшка вот эта, которая у нас на визитке есть А у тех ничего нету Ничего нету И он тут же берет Митрополит Алфеев Виларион И он говорит В практике бывают нарушения Но во всех наших документах Написано Что норма крещения полное погружение А это первый заместитель патриарха Кирилла И он это все снимками разбавил Сергей, фильм составил О крещении Как наемы навалить, так кто Люди, живущие в разных странах В первую очередь В городе Северс В Томской области Священник Сергий Дудин Ну он говорит так У него какие-то основания Нет, одно слово по-гречески узнал И оно имеет смысл Омывание Скамей было Ну и что, омывали их Или погружали Смысл-то в слове заключен большой Большой, да Он широкий берет Но смысл крещения-то заключается в погребении Об этом говорит Феофил Лакт Об этом говорит Златоуст Все святые отцы Чего тебе перевода-то брать-то? Вообще не надо даже перевода брать никакого Просто было погружение Или мочили лбы Католики отступили Впали в ересь И вы поддерживаете их Это католическое Чтобы капелькой Сейчас православные священники Кисточкой Одетые люди В зимнем Может капля попала А может нет Да больше у безумия Придумать нельзя Ни подготовки Ничего нету Это таинство Ввода в церковь Дверь, которая открывает Второе Башкова с Украины Хорошая, прекрасная женщина Всю жизнь блуждала по сектам Наконец пришла в православие Сколько было благодарности от нее Это Сергий Дудин Меня благодарил Не знаю как Я ему книги выслал В Америке Скуратовский Виктор Прекрасный человек Из сектантов Пришел там Из баптистов Но он утверждает То есть он вышел И не вышел Что баптисты Это не секта Это церковь А раз церковь Зачем ты пришел туда? Да баптисты во всем Выше православных Кроме одного Нет священства Значит не церковь И посмотри баптисты Какая у них дружба Как они исследуют Священное Писание Как они едут До самого севера Благовествуют Он из них пришел И здесь он пытается Показать что это церковь Тогда вообще непонятно Какая тебя холера Загнала-то сюда Когда все не так Ведь у нас трудно Найти место Где бы было все По Писанию Мы одно время Здесь оставались До осени И стали считать Деяния апостолов 28 глав По главам стихам Найти почти ничего Невозможно Чтобы сходилось С православием И ты пришел сюда И считаешь Что там церковь Да тебе никогда Никогда не восполнит То что ты потерял И они напали На Сергея Козлова Люди разные С разных мест Но эти люди Объединены чем-то Как они одновременно Все напали Я говорю Сергей А что их объединяет-то Они напали На этот пельмар А что объединяет-то Они чего говорят Прозаическая ненависть К кому К Игнатию Лапкину Это он вам мозги запудрил Он еретик и сектант Я не буду доказывать Я еретик или сектант Вы просто посмотрите Приезжает у нас Служит епископ Один Домодедовский и втихий Домодедовский Московская патриархия уже Уже не говоря Когда был В русской православной Зарубежной церкви Приезжает он теперь В Липецке Епископ Максим Дмитриев Служит здесь Причащаемся вместе Теперь этот Сергий уже митрополит Алтайская митрополия Приезжает не один С секретарем Со священниками Хористы Все Если мы еретики Их всех надо запрещать Каноны все говорят Ну тут доказывать Ничего не надо Это люди Которые встречаются Епископы А у них и в мыслях Нету что еретики А эти люди Которых я называю Никто с нами не встречался А что Ответ один Ответ только один Святой Исидор Пелосиот Внимание Слушайте внимательно Он говорит так Предвзятость Не дает здравого мышления А злоба Вообще Отнимает разум Предвзятость То есть он заранее настроен Он приехал сюда И вот он подыскивается Что? А я еретик И вот он ходит со всех сторон Еретик Ну еретик Ну покажи Что в ереси Я исповедую Святую нераздельную Единосущную троицу Считаю верою Верою Признаем Все Что сказали Святые отцы В правилах канона Вы 413 правил нарушаете И 719 57% правил Полностью попраны В патриархии Под ногами Это Игнатий делает У нас ни одного правила Не нарушается Ни одного Но разница все-таки есть Какие усилия мы приложили Они лопаются Зависть Этот лагерь Ну мало ребятишек Сколько Но дети-то что узнают И ваши Из них лагерей К нам приезжали Мы видели Как Ну у нас службы были Ну и как До конца ставили Нет Ну мы уходили На колокольню А потом Ну ходили С мальчиками гуляли Во время службы С мальчиками гуляли Выобразите У нас Можно это Посты Ну Как Как путешествующие Мы же не дома И поэтому Посты можно нарушать То есть они Подыскиваются Чтобы нарушить Нарушить И эту мерзость В детях Насаждают они Они По-другому не могут А могут они быть Не могут Это сергианство От митрополита Сергия Строгородского Предательства Они не знают Что такое Честные отношения Вообще не знают Идут у них Занятия такие Конечно нет Ну может быть Они делают Разбор Вот так Когда дети Это ребенок Да это у нас Говорят И сплошь Там помогает Субсидирует Просто были Оттуда Даже воспитатели У нас И рассказывали Дети там Грязными ногами Прыгают По диванам А там Чего только Нету Чего туда Не везут Ну не все Такие богатые Но однако Отношение К дисциплине К взаимоотношениям Ни в какое сравнение Не идет У нас были Оттуда священники Были целыми группами Ну мы у себя Организуем Тоже лагерь Пишут Организовали Как Ну Конечно не такой Крутой Как у вас А что значит Крутой Отношает Дисциплина Порядок Одеяния Посты Они могут покаяться То за нас То против Видимо Приперли К стенке Если ты за лапкина будешь Вышвырнем тебя Он сам сказал Меня этот епископ Вышвырнет на улицу С ребятишками зимой Это его слова Хороший твой епископ Митрополит Хвалили Ростислава Куда-то перевели Другое место А они не знают Вот этого Братского отношения С епископами Нет Они умничают Они нас преследуют Это его слова Они у меня все сохранились И говорил-то правильно Правильно Ну видимо Увидели Что он слишком близко Принимает это дело Его зажали Зажали К стенке поставили Ты должен только Против лапкина говорить Иначе вышвырнем А куда вышвырнем Ни специальности Ничего нету Сам больной Жена больная Ребятишки больные Ну и представь куда Ну давайте реально Посмотрим на обстановку Его и судить-то не за что Он несчастный человек Жалкий Растрепанный Ему сейчас и шкуры Надо вылупаться И показать Что он патриот Патриот патриархии А ему плакать надо Молиться Вести себя скромно А он нападает на кого Да они С Сергеем-то Рядом не стояли С этим Скозловым-то Которым отпущено Сергей во всем Воронеже Не может найти Священника Который покрестил бы его Сейчас-то какие-то Наметки на одного есть Это что, ладно На областной город Вот какая обстановка Это на сегодняшний день А мы-то стоим где Они могут это создать Конечно нет Потому что корпуса Все это Лакированная Капельная плитка А у нас этого ничего Нету Но в бедности Мы находим радость Радость открытости Благодарение Богу Вот я хотел Немножко сказать вам Посмотрите сейчас Вот поверни сюда Володя Ты сможешь приближать Гляди дальше Вот Глядите Там он ровная поверхность Поле идет Он зеленое И вдруг Вот начинается ложок Вот вы идете Когда на дорогу На костер Вот у нас Это вегвам Костер тут будет И вдруг этот ложок Делается глубже И вон там перегородили Тут Симаковы были Это Симаковский пруд называется Ну Когда единоличная жизнь была И там смотрите Он уже какой лог На какую глубину идет Какая его ширина Если поверху взять Так там Ну 100 метров будет Если по краю Вот так Как если лечь Вот отсюда Ровная местность Ну ровная была Явно Что землю кто-то выбрал Вон она идет Это русло реки Только может такое делать Но идут они куда Там главный Вон где Деревья-то Покажи Приблизить надо Сумеешь ли Володя Ну-ка возьми Другими руками Покажи внимательно Приблизить Какие деревья И там главный лог идет И вот эти все логи Лога вот эти Они на том уровне Вон где кусты Вон Показать Где девочки пасли И там ровное место И такая глубина Я не знаю Там 10 метров Больше Глубина Все ложки С той стороны Вот стой Вон там ложок Один Второй Третий Двенадцать ложков идут С ровного места Начинается Проходит 300 метров Глубина этого Большого лога И при том Все на один уровень Выходят А кто это сделал Ну если это Грейдеры работали Экскаваторы Когда В каком году И при том Заметьте Берега какие Ровные идут Так бывает А главный А главный Куда идет А теперь За ним Надо смотреть Караганда Другие места Там где Уголь Это Остатки Потопа Вот здесь Мы когда Стоим Здесь Надо помнить Что здесь Километров 5 Воды было Здесь киты Плавали Киты Рыбы И здесь Где-то Может Проносился Ковщик Ноев Он в течение Годы Везде плавал И угоняло И вот теперь Когда уже земля Год она была Земля под водой Она размокла И когда воду Вода получила От Господа указания Сойти опять туда Под землю Где она была Она откуда взялась-то Она из-под земли Бил 150 дней 40 дней Дождь шел И 150 дней Это 5 месяцев 5 утра 15 5 месяцев Били все источники Бурлила И клокотала вода И вся земля Покрылась водой Это Ноев потоп был Ноев И вот отсюда Эту землю Вырывало Несло А деревья-то Какие были Какие девственные леса Сейчас только находят Где-то окаменевшие Это огромные деревья были Тайга Это сплошняком Покрыто все было Это миллионы 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 Тонн И все это Несло И одновременно Под землю Уходило А эта земля наша Засыпала И все окаменело Каменный уголь Каменный уголь Там даже Листики Показаны Окаменевшие Сучки Сами стволы Громаднейшие Так а сколько деревьев было Не знаем Но знаем Что уголь Этот каменный Появился без доступа воздуха Так это деревья Где Ну дерево Дерево упало Оно сгнило Дерево В любом месте Упало оно Дальше мог Появляется гниение Оно разлагается Его нету Чтобы уголь получился Надо чтобы одновременно Обываются слои Угля Десятки метров Десятки метров Уголь каменный идет А уголь каменный Это означает Большое было давление Сжатие И без доступа воздуха Это Как это Оно сгнило Деревье Не одно дерево Упало А огромное штабеля Так сегодня Деревье Несло туда Проварилось Под воду Отсюда Вот эта земля Вымывалась Она размокшая Была И засыпала Вот тебе Караганда Вот уголь Откуда он Появился Ну а может Не так Другого нет Никакого Толкования вообще Не может быть Другого Потому что Вот оно начинается И на ровном месте Ну что вода Ну да Все соглашаются Эта вода промыла Но откуда вода-то Гор нету Откуда она вода Сколько она есть Но вода сейчас Если промывают Ну она вот такое Может промыть И рваные берега Такие неровные Больше ничего нету Ну что такие лага Такой воды вообще Сегодня нигде нету Чтобы она промыла И притом Лага бесконечные Возле храма Которые Он только начинается Там около колочков Куда мы искали Это диск-то ходили И здесь проходит И уже пруд Где мы Плотину-то Ощущали-то На плотине ходили-то А дальше уже Лог идет Настоящий Этот пруд Которым купаетесь Его перегородили И все Мы находимся В уникальном месте Вот вообразите Здесь Вот Сколько здесь воды было Почему? А потому что Самые высокие вершины Гор Эверест был покрытый А это почти Восемь километров Километров высоты А раз там было восемь А у нас уровень Здесь два с половиной Ну пять километров Примерно воды здесь было Это невероятно Вся земля стоит на воде Написано Бог основал землю На водах Это уже Библия нам говорит И был потоп Дальше-то ничего не надо говорить Все остальное Священное писание Там деревья растут Он видно Только одни макушки Макушки Это в лагу Они растут Деревья И вот этот холм Который дальше-то Вода вся Оттуда неслась А сюда И в этот Пролом в земле И теперь дальше Она уходила И неслась Здесь все Клокотало И кипело И животные По паре Чистых По семь пар Они были Сноем Видишь как Вот где мы находимся Не меньше метра Поднят Это От уровня земли А то и больше Смотри сколько Вы выше там Почему сегодня Мы стоим здесь Потому что Это возвышение Машкары нету Оттуда спусти Туда ниже На самый низ Иди Ну Ну как кажется Ну так Повыше Ну так и будет Выше Выше Надо поднять Тебе Чтобы уровень Сделать На нас Видно Здесь Вот Когда ты Знаешь Вот это Все Тебе Становится Близко Прошлое Близко Крестивное Писание Ты начинаешь Доверять Богу Во всем И видеть Да Это написано И это Случилось И мы Свидетели Этому Объяснение У меня приезжали люди Которые А я не согласен Что от потопа Пожалуйста Объясни тогда Откуда земля делать Ну что она ровная была Это понятно было Вот это Просто Спланировать надо Ну да Ну а как она Получилась такая Не знаю Ну не знаю Ответа нет Ну не знаю Я не могу Ничего сказать Я тебе говорю А вы любите Свои теории Ну ладно Я люблю А у тебя какая Я тебе доказываю Куда земля делать Почему она делать Вода Поток Размевшая земля Это очень просто Возьми большую ванну Налей воды Ну и земли туда Дай пол ванны А теперь внизу Открой кран И посмотри Как вода будет утекать И сразу будет В этой воде На земле Русло Русло Куда течет Туда Куда она идет Это можно сделать Спроектировать Смоделировать Эту обстановку А как вы до этого Дошли Я не знаю Я молился Стоял Смотрел Я всегда задумывался Об этом И понятно Трудно объяснить Откуда Радневая руда Урановая руда Это я не знаю Я только знаю Что у Бога Все высчитано Вот люди Чем они Здесь Топились Ну что что есть А как на юге А где отправится Верблюд Другое животное Высушенное Помет И люди На нем готовят А откуда это известно Пророка Из Икииля Господь сказал ему Вот возьми Столько-то пшеницы Столько всего Смешай И готовь На человеческом Кале Засушенном Он говорит Господи Да ничего нечистое В устанью ходило Разреши Господи Мне на коровьих Лепешках Ну пожалуйста Бог дал ему Значит что И человеческий Кал засохший Сжигает Он дает тепло Согласно Писании Говорится Иначе Зачем бы было Говорено ему То есть они топили Что-то Но не пищу готовили Запах-то остается И он Попятился И Господь Видя немощь Сказал Ладно На коровьем И мы коровьи Лепешки Собирали Засохшие И варили Там Пекли картошку И все Степи-то здесь Еще нету Вот так А то какие птицы летят Не голуби ли Ну да Голуби Вон они прилетели Четыре голубя Они у меня живут Окало голубят Вот так Надо Мыслить Все-таки Во свете Священного Писания Смотреть Там даже Оскола Где-то дождь идет Видите Это радуга Это все Знамение О милости Божьей Что потопа Больше не будет А будет только Огненная смерч Огненная Река протекать Огненная из огня Это говорит Пророк Даниил И через эту реку Нам всем придется пройти Праведник Воссияет Как солнце Встань Тараси Встань Не отвлекайся А то ничего не будешь знать Иди сюда Рядом со мной Иди У тебя поясок Не вижу Где вот сюда Встань повыше Чтобы тебе видно было Залез Вот так Не отвлекайся Эти палочки Никуда не денутся Еще посмотришь Вот так Вытащи Вы все Что видите Пытайтесь Задуматься А почему Здесь крапива Растет Потому что Здесь были Коровники Коровники Были здесь Крапива Говорит Что это Плодородная земля Ее можно Распахивать И сажать На салальчиках Крапива Не растет Эта земля Очень плодородная И куда ты Не посмотришь Везде За все Как-то засыпись Я вам рассказывал Вот это зеленое поле Здесь были Арбузы Росли Когда я маленький был Я не знаю Дыни Не помню Но арбузов было Такие арбузы Вот такие вот Наверное Арбузы И мы Ползком Подберемся Там Который охранял Охранял человек Кто не знаю У него шалаш был здесь Ну а мы то Пастем там Туда Чего он пойдет А охранять то Какой-нибудь Безногого Инвалида Стали Где он А мы коров пастем Подползем И на голову Берешь арбуз И даешь Если он хрустит Такой Как снег Под ногами Это значит Спелый Ну маленько Оторвал его Катнул И дальше Но Теперь то мы едим Люди то увидят Едят Нам надо теперь Хоть один арбуз Законный иметь Мы тогда идем И дядя Ефим Арбуз дай Он тогда уже С добротой Дает арбуз А мы их там уже Десять накатали И мы целый день То едим И кто не придет Дядя Ефим Дал нам арбузы Дядя Ефим Дал это уже Законно Уже наш И тут огурцы росли А вон тот Где лесополосы Я их не помню Это на арбузе Насадили их Лесополосы Там все было Красным покрыто маком Мак Никто не знал Там что Наркотическое средство У нас дома Были мешочки сшитые И мы пойдем Этих головок Набьем Полный И целый день Жуешь А вот трудно прожевывается Но чувствуется Очень вкусно Одна была неприятная Трудно оправлять Все он сделается Хочется с гвоздем Ходим в туалет Это было Для нас Понимаешь И истине Нечего было Картошка Тут где-то была Тоже накопаем Мы Коровьи лепешки Разожжем Сготовим Чего спрашивать Отец инвалид Войны без руки Десять ребятишек В одной семье И все жили Ну вот Брали Другое Это не считалось Довровство у нас Потому что Арбузов было много И они ищи Все вокруг Колхозное Все вокруг Мое Пели Но раз Мое Мы и мрали Видите как Это вот все здесь А вон где Самый Ложок Видать Вот Там много Много было Сусликов И вот мама Пойдет На работу А мы жили Там где Павел Вот это вот Ну вот дом Заброшенный Стоит Мама пойдет И даст Допустим Четыре редка А огород А огород А огород то какой Пол гектара Был лет 10 Наверно Два ведра Наверх Суслика Выливаешь Выливаешь А здесь рука Рукой задеваешь Смотри Показывает Маленько прислушившись Что я говорю Ты куда Уставился Суслик Из норки Вылазит Я его сразу Раз Все Его теперь Мне то Суслик не нужен Мне шкурка Его нужна А теперь Чтобы он быстрее сох Теперь у меня капкан Я его в капкан сажаю Чтобы он Изнутри Тогда шкурка Легче А когда Сразу Если его Умертвить То Шкурка Долго Ее надо потом Самому Растрепывать И вот Нужно Ободрать Нужно Высушить За 20 километров Увезти И тебе дадут Три копейки Но если Первым сортом То шесть копеек И тогда Набрать надо 72 рубля Было у меня Норма Купить велосипед Школа-то В Корщиной была Где столбы Кончаются Вон видать Телевышка Маленько Тоненько стоит Это в Корщине Видно нет Справа Вот здесь Прямо на пруд Смотреть Где Вот это Наше здесь Мы заботились О том Я не знаю Почему Одно время У нас колодца Не было А через дорогу Вот Надежда Васильевна Здесь У них Колодец был И нужно было Поливать огурцы Я Вот такой был Несешь Мускулы Чувствуешь Какие Ведерки Такие Туда-сюда Туда-сюда Поливаешь А этот Ребятишкам Если дать Задание Он ничего Не сделает Он сейчас Пойдет За кошкой Куда-нибудь И он Не найдет Мать К вечеру Мы Строго Держали То что Мать Сказала У нас Главное Было Наказание Мать Скажет Если мы Не прополем А отец А отец Спасет коров Что он скажет Вот это Что он скажет Для меня Имело Какое-то Значение Сакральности Что он Скажет Отец Разве это Можешь Чтобы он Что-то Сказал Или сделали Там Говорит Не сделали Я Там Ролик с Яшей Когда плачет Это объясняю Мы боялись Этих слов Не то что Отец Придет И начнет Нас бить Просто Скажет Это было Как-то Тяжело Тяжело Почему же Вы не выполнили В огороде Не вырастет Ничего И поэтому Нас не надо было Пинать Толкать Сказала Мать слова И она пошла На ферму Работает В поле А мы дома Мы дома Все абсолютно Вели Ребенок Вот отец Саким Он на 5 лет Моложе меня Но мне-то Я уже большой 5 лет 5 лет Это мне Постирать Пеленки надо Вот сбегать Туда Где Вот здесь Вот маленький У нас Пруд Выкопанный Там Маленькая Такая Была Постирать А самому Скупать Вся охота Но нельзя Я должен Из печки Вытащить Кашку Накормить Его Веник Вылезти в окошко В окошке Одна стеколка Выставлена Я туда Задом Опущусь Набираю В эти веники В избе Надо подмести Печурки Везде Все Пыль Прибрать Это на 5 летнего Ребенка Вытащить хлебы Мать в печи Оставила Как именно Сделать А сегодня Пятилетний Оставь его Ты дома Не найдешь И кто-то Стучится Никого Никогда Не запустим У меня Один раз Было Мама Пошла Увидела Тетка Идет Пелагея Ну она Говорит Ты там Зайди Скажи Игнаше Чтобы он Хлеб-то Вытащил Я забыла Сказать Ну вытащи Сама Сама Вытащи Ну она Тетка Пришла А пришла Не она Сказала Тетке Настасье А я говорю А мама Говорила Про Пелагею Запустить А про Настасью Не Говорила Я не Запустил И она В окно Говорила Заслонку Убери Так лопата Этой деревянной Подсунь Хлеб Она командует А пятилетняя Команда Выполняет Как хлеб Вытащить Это другое Время было И люди Были другие Какое-то Послушание Оно Как будто бы От рождения Было заложено Как не огорчить Родителей Лагерей-то Никаких не было Мы этого не знали Но мы все время На поле Какой еще Лагерь нужен Вот такая история Мы находимся На историческом месте Здесь была башня Водонапорная Вот А чего она тут Земля насыпанная Столько Ну вот это Наш сегодняшний урок Пойдемте готовиться Наработать И к завтраку Что-то такого не было у нас никогда Что мы плакали Обычно Какой день Все Естественно Зайдешь На кухню Поесть Или бьет Захачем Да Захачем Как там Что-нибудь Загадка Как говорят Что-нибудь Я думал Она наклонилась Ударилась Как-то И жажбился Ну даже смешно Это жастелых У нас мы сейчас Захар берем Собавки попросим Захарки хорошие Захарки хорошие Захарки хорошие Захарки хорошие Такой Что-нибудь Интересно Ну 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 Не Ну 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok